Сегодня очень волнительный день для всех выпускников страны, потому как во всех школах Кыргызстана проходят праздничные последние звонки. К этому дню с особым трепетом готовились и ученики школы-гимназии номер 68. В этом году гимназия выпускает 55 учеников, из них трое окончили школу на отлично. Теперь им предстоит усердная подготовка к государственным экзаменам. Конечно, эмоции переполняют, и даже есть небольшое чувство страха перед государственными экзаменами. Однако я уверен, что сдам их. Если сдам все экзамены и пройду ОРТ, то планирую поступить в Академию МВД. В наше время многие выпускники выбирают себе профессию экономиста или юриста, но я считаю, что в стране людей этих профессий так много. Потом тяжело будет устроиться на работу, поэтому планирую поступить на факультет инженерии. Всего же в этом году оканчивают школу более 65 тысяч учеников. И все они хоть раз, но принимали участие в республиканских олимпиадах. Кто-то участвовал в спортивных мероприятиях, кто-то в интеллектуальных. Школа-гимназия номер 68 тоже может похвастаться достижениями своих выпускников. Ученики нашей гимназии участвуют во всех республиканских олимпиадах и занимают не последние места. Необходимо отметить, что в этом году нашей школе присвоен статус инновационной гимназии, потому что преподаватели обучают детей по новой выработанной инновационной системе. Поздравить всех выпускников и учителей с окончанием учебы приехал лидер фракции СДПК Ченебай Турсунбеков. В своем поздравлении он пожелал всем выпускникам успехов во всех начинаниях и передал в дар библиотеке школы-гимназии энциклопедию Алухулу Аусмонова и собрание произведений великого писателя Чингиза Айтматова, а также свой поэтический сборник Джалын То. Хочу передать вашу библиотеку бесценные книги известных кыргызских мастеров пера. Это энциклопедия великого поэта-драматурга Алухулу Асмонова и восьмитомное собрание всех произведений народного писателя Чингиза Айтматова. Ченебай Турсунбеков также отметил, что проблемы в сфере образования накапливались на протяжении 20 лет, но в последние 5 лет государство начало активно решать вопросы школ. В 2014-2015 годах было открыто 42 новые школы. Постепенно начали решать проблему дефицита учебников, потому как выпустили более полумиллиона экземпляров на сумму в 100 миллионов сомов, а в школы закупили около 700 компьютеров. Наша фракция поддержала инициативу президента Алмазбека Атамбаева. Цель этого начинания путем ежегодного поэтапного повышения заработной платы учителей Кыргызстана довести ее до 2020 года до среднего уровня оплаты труда в странах евразийского экономического сообщества. Первый шаг к этой цели будет уже осенью. С 1 сентября всем учителям в стране планируется повысить заработную плату на 50%. После праздничного последнего звонка первоклассники отправятся на каникулы, а выпускники начнут готовиться к государственным экзаменам. Свои пожелания выпускникам подарили и самые маленькие. По завершению мероприятия лидер фракции СДПК Ченебай Турсумбеков прочитал ученикам несколько стихотворных строк из собственного сочинения. АПЛОДИСМЕНТЫ